Здравствуйте! В эфире информационная программа Шарайна. С вами Асель Айдар. Сегодня в выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опасная работа. Кто и почему избил фельдшеров скорой помощи? Новый механизм адресной социальной помощи. Министр труда и социальной защиты население разъяснил. Эксклюзивно для Шарайны. Держи удар. Итоги городских соревнований по боксу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Избиты на работе. Фельдшеры скорой помощи пострадали, помогая беременной женщине. Ее супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на медиков. По словам медицинских работников, мужчина требовал поставить обезболивающий укол супруги без осмотра. Фельдшеры лишь попросили буйного родственника покинуть помещение. Конфликт закончился дракой. При этом беременная была доставлена в больницу, а бригада 103 обратилась в полицию с заявлением. По информации пресс-службы по управлению полиции, мужчину сначала задержали, а затем отпустили. Стражи порядка объяснили это тем, что травмы, нанесенные буйным родственником пациентки, средней степени тяжести. Что касается работников скорой, то сейчас они находятся в больнице с отрясением мозга и переломом носа. Ударил ее в лицо. Второй фельдшер пытался заступиться за фельдшера девушку. Второй фельдшер парень был. И здесь вот этот муж с другом начали его избивать, пинать его. Значит, вот первый фельдшер вызвала полицию. Затем уже, когда приехала полиция, на улице муж вот этой пациентки схватил ящик, его там кидал, пинал машину скорой помощи. Мы находимся при исполнении своих обязанностей и просили бы наших пациентов и их родственников вести себя подобающим образом. Детям из многодетных семей будут выплачивать отдельное пособие. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал министр труда и социальной защиты населения. В канун Дня пожилого человека Биржан Нурмбетов поздравил всех пенсионеров страны, а с семичанами преклонного возраста встретился лично. О том, как изменится адресная социальная помощь и визите министра труда в дом престарелых, расскажем далее. По моему старому, здравствуйте. Я вас приветствую. Меня зовут Биржан Нурмбетов, я новый министр труда. Я решил с вами поздороваться, поприветствовать вас, узнать, как вообще было. Так, с ума, а мне здесь. Нуждающиеся старики и дети должны быть под защитой и опекой государства. Эта социальная политика не изменится, заявил новый министр труда, посещая дом престарелых. Биржан Нурмбетов разговаривал с пенсионерами, спрашивал об их питании, лечении и досуге. Я решил своим долгом прийти и поздороваться с вами. Какие ваши дела? У нас хорошо дела. Мы же оптимисты. Да. Конечно, хорошо. Ну, слава Богу. Это у нас островок счастья. На лице улыбка. Под старый свет островок счастья у нас здесь. Все мы очень довольны. Коллектив такой хороший. Больше таких, в общем, отделений по стране создавайте. Спасибо за такие слова. Что касается громкого вопроса о незаконных выплатах адресной социальной помощи, которая взбудоражила общественность, то министр пояснил, в республике сегодня адресную социальную помощь получают 405 тысяч семей. И это в 8 раз больше, чем было годами ранее. В нашем регионе 14 тысяч семей являются получателями адресной социальной помощи. Были факты, когда люди скрывали свои доходы, что приводило к неправильным, незаконным назначениям. Ну, здесь, конечно же, люди кто-то не знал, кто-то по незнанию, кто-то ошибся. Это по-житейски посчитали. Раз государство платит, почему бы нельзя? Но это привело к нарушению закона. В целом, указывая на эти недостатки, президент в своем послании поручил пересмотреть, скорректировать механизмы АСП. Мы сегодня над этим работаем. По словам министра, адресная социальная помощь – это не пособия и пенсии. Выплаты носят временный характер, чтобы помочь малообеспеченным многодетным семьям, пока дети не вырастут. Новый механизм предусматривает адресную помощь детям из малообеспеченных многодетных семей. Чтобы не учитывались доходы, и чтобы это было намного проще, мы планируем вывести многодетных семей из получателя АСП, именно выплаты детей многодетных семей, сделать им отдельное пособие, которое будет выплачиваться независимо от дохода. Тем самым мы оцентируем внимание на адресность именно многодетных семей. И второе, мы, скажем так, обезопасим выплаты детей от ошибок взрослых. Министр особо подчеркнул, если семья многодетная и получает пособия на каждого ребенка до года, при этом малообеспеченная, АСП тоже будет выплачиваться. Более того, если в этих семьях дети дошкольного и школьного возраста, то по поручению президента будет предусмотрен дополнительный социальный пакет. В него входят деньги на детский сад, питание в школах, приобретение учебников, одежды, медицинские услуги и проезд. Специальный анализ и все расчеты сейчас проводятся. К концу года глава социального ведомства обещал предоставить общественности полную информацию. Динарак Лжанова, Нурлан Уразалин, телеканал ТВК-6. Подарили удостоверение личности. Ко дню пожилого человека 90-летняя семьячанка Екатерина Здравомыслова получила от сотрудников миграционной службы новый документ. У старого подошел срок использования. Пенсионерка не могла самостоятельно обратиться в ЦОН по состоянию здоровья. Добавим, что с начала года миграционная полиция совместно с Центром обслуживания населения создали мобильную группу для выезда по адресам инвалидов и пенсионеров, которым привезут документы домой. В Семее начался городской чемпионат по боксу среди юных спортсменов в возрасте от 14 до 15 лет. Эти соревнования приурочены к году молодежи. Турнир продлится до 5 октября. Согласно правилам Международной федерации бокса АИБА, в чемпионате примут участие боксеры 11 высовых категорий. Цель чемпионата – развитие массового спорта среди населения, а также выявление лучших боксеров для формирования состава сборной города. Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями. Проводится первенство города. Отбираем ребят, старших юношей 2004-2005 годов на первенство области с целью выявить сильнейших нашего города. Прошли первые матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Из всех встреч болельщикам запомнится матч Тоттенхэм-Бавария. Футбольный мир еще долго будет отходить от такого разгрома. Для лондонцев игра начиналась хорошо, шпоры даже первыми открыли счет. На 12-й минуте Сон Хэн Мин распечатал ворота Мануэля Нойера. Всего через 4 минуты Джошуа Кимик сравнял счет, а Роберт Ливандовский на 45-й минуте забил гол в раздевалку. Ну а во втором тайме случился кошмар, который еще долго будет преследовать клуб из северного Лондона. Серж Гнабри забил 2 гола в ворота Тоттенхэма всего лишь за 2 минуты. Гол в пенальте Харри Кейна оставлял хоть какую-то надежду, но еще 3 гола в ворота Уга Льюриса затруднило положение Тоттенхэма во всем турнире. Роберт Ливандовский стал автором дубля, а Серж Гнабри стал первым игроком, сделавшим покер в Лиге Чемпионов с 2015 года. Что касается других матчей, Юветос разгромил Байер со счетом 3-0 на своем поле. Мадридский Риал чуть не проиграл апсайдеру группы Брюгге. Ко всему этому добавилась травма основного вратаря Тиба Куртуа. Сегодня также пройдут еще 8 матчей. Барселона будет принимать Интер, а победитель прошлого сезона Ливерпуль примет Зальцбург на своем поле. Юргер Плёку, Марат Сагимбаев, информационная программа Шарайна, ТВК-6. И это были все новости на сегодня. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова